Добрый день еще раз, коллеги. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили меня на конференцию. Буквально несколько минут об инструментарии, которые используются для поиска сторожевых лимфоузлов. Многие знают, что есть уже зарегистрированный инструментарий. Это гамма-зонда нескольких компаний. Сейчас наша компания заканчивает регистрацию швейцарского гамма-зонда, и он интересен. Он интересен тем, что, во-первых, его разработала группа ученых, которые работают в швейцарском центре CERN, который работает на небезызвестном андронном коллайдере, и эта группа ученых разрабатывала датчики для поиска частиц, которые они искали именно как раз в этом андронном, находили в андронном коллайдере. Именно эти работы и легли в основу создания нового гамма-зонда, который является очень чувствительным. Дальше я цифры вам приведу, который может быть как гамма-зондом, так и бета-зондом. И он является компактным и очень легким в использовании. Он состоит, как вы видите на этой картинке, из двух составных частей. Это компьютер и непосредственно гамма-зонд, который хирург может вести по телу человека или же использовать лапароскопически, потому что данный гамма-зонд поставляется не только с коротким коллиматором, но и коллиматор может быть до 35 сантиметров. Значит, ну и здесь вы на картинке видите внешний вид этого гамма-зонда. Значит, у него может быть коллиматор диаметром 15 миллиметров, может быть 10, как я сказал, длиной до 35 сантиметров. Также с точки зрения применяемых асотопов это может быть гамма-зонд или бета-зонд. Значит, их параметры приведены в таблицах. Понятно, что наши коллеги, я можем поподробнее их дать по запросу, но могу сказать, что самое большое конкурентное преимущество данных гамма-зондов и бета-зондов – это количество счета до 60 тысяч частиц в секунду. Значит, ну вот вы видите фотографию лапароскопического зонда. Он может быть даже 5-миллиметровый. Ну и по применению этого гамма-зонда понятно, что не мне вам рассказывать, не мне вас учить, каким образом применяется этот инструментарий. В предыдущих докладах все было абсолютно ясно и все было рассказано. Значит, ну еще раз повторюсь по преимуществам. Это самая высокая чувствительность, потому что ни у одного зонда нет чувствительности до 60 тысяч счетов в секунду. Он может стерилизоваться, используется стандартный компьютер, и он адаптируется к различным изотопам. Ну вот есть видео, есть видео по применению подобного зонда в одной из швейцарских клиник. Как вы видите, это операция таракальная, лапароскопически этот зонт используется. При этом вы слышите, что есть еще и звуковое отображение, и этот звук нарастает при приближении к непосредственно лимфоузлу. Наверное, на этом я закончу. На этом я закончу. Если есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо. Спасибо.